Всем привет! Сегодня поговорим о посмертной фотографии или же пост-мортен, что в переводе с латыни после смерти. Сначала расскажу о технической части. Что такое дагеротип? Старый способ фотографирования на металлической пластинке, созданная в 1839 году, сделала портретную съемку доступной для тех, кто ранее не мог позволить себе дорогие портреты. Это более дешевый и быстрый метод создания портретной фотографии, обеспечив среднему классу возможность увековечить память о своих умерших близких. Дагеротипия существовала до появления современных методов фотографии. Фотографии умерших служили не столь напоминанием о быстротечности жизни, сколько своеобразным сентиментальным сувениром. Память об усопшем. Распространенное фотографирование было умерших детей. Уровень детской смерти в викторианскую эпоху был очень высок. И такие снимки часто были единственными портретами детей, оставшимся в семье на память. Первым в истории снимком этого жанра считается автопортрет в виде утопленника, сделанный в 1840 году, Ипполитом Байером. С изобретением мокрого коллодионного процесса, пришедшего на смену дагеротипии, коллодионный процесс, ранний фотографический процесс. В конце 1850-х годов эта технология полностью заменила дагеротипию. Благодаря света высокой чувствительности и качеству изображения, появилась возможность отпечатывать несколько фотографий с одного негатива. Наиболее активно посмертная фотография использовалась в конце 19 века. Посмертная фотография была полностью вытеснена на протяжении 20 века. Хотя некоторое продолжение этой традиции преследуется до сих пор. Ранее посмертные фотографии изображали лицо умершего крупным планом. Ну или тело целиком, но реже были фото в гробу. Умершего фотографировали таким образом, чтобы создавалась иллюзия глубокого сна. А иногда телу придавали непринужденные позы, имитирующие живого человека. Детей обычно размещали в коляске, либо на детских стульчиках, или на диванах. Общепринятым было также фотографирование всей семьей или близких родственников. Такие посмертные снимки выполняли как в доме умершего, так и в ателье фотографа. Взрослым на посмертных фотографиях традиционно придавали сидячую позу. Нередко окружающее пространство украшалось цветами. Для придания жизненности фотографии поверх закрытых глаз на снимке изображали открытые, а порой наносили немного розовой краски в области щек. На более поздних посмертных снимках умерших все чаще изображали в гробах. Традиция делать и хранить такие снимки до сих пор сохраняется в некоторых странах Восточной Европы. В индустрии посмертной фотографии принимали участие многие знаменитые фотографы. С идеей посмертной фотографии связана и встречная традиция изображения живых как умерших. Отчасти она была продиктована ограниченными возможностями ранней фотографии и продолжительной выдержкой, которая делала невозможной моментальную съемку и требовала длительного позирования. В середине 19 века британский фотограф шведского происхождения придумал новый тренд фотографии, на которых голова человека отдельно от его тела. Достигался эффектом комбинирования негативов путем долгой и утомительной работы в лаборатории. Этот вид монтажной фотографии стоил дорого и был популярен в середине 19 века. Один из подобных успешных снимков «Оскара» была голова святого Иоанна Крестителя на блюде. Это называется «дать темным людям» фотоаппарат. Также были фотографии другого типа. На этих фотографиях мать, ну или реже другой взрослый человек, удерживал ребенка в устойчивом положении во время долгой экспозиции, поскольку любое движение его тела могло вызвать размытие изображения. Тем не менее, в эту эпоху от матери ожидали, что она будет скрывать любые признаки того, что находилось в кадре. Некоторые из матерей на снимках покрыты ситцем в цветочек, изображающие кресла. Другие прячутся за диваном так, что видны их только руки, показывающие ребенка как марионетку. Третьи отворачивают голову от камеры, четвертый укладывают волосы, чтобы они падали на лицо. Вот по ходу откуда взялся персонаж с фильма «Звонок». А на некоторых фотографиях лица матерей были полностью соскоблены. Ну или женщины просто прикрывали себя простынями. На всех этих фотографиях живые люди. Это не относилось к фотографиям умерших родственников. Такой технологии фотографировали даже животных. Надевали на себя простыню и держали животное в руках. Ждать нужно было долго, так как в старых фотоаппаратах была большая выдержка, чтобы он не убежал и не двигался. Но вернемся к посмертным фото. Чтобы мертвецы выглядели как живые, им наносили специальный грим, а также использовали штативы для поддержания мертвых тел. Закрепляли ноги на подставках в вертикальном положении. Чаще всего их надевали праздничные наряды. Делали макияж и порой даже рисовали глаза на закрытых веках. Я считаю, что такие фотографии делать не нужно. Не знаю, правильно делали такие фотографии или нет. Но могу сказать одно, что фотография несет энергетику человека, который запечатлен на ней. Кто-то коллекционирует такие фотографии, кто-то старается держаться от них подальше. Вот, допустим, у меня к таким фотографиям фобия. И в детстве я впервые увидел такую фотографию. Она была где-то 70-х годов. И после этого, не знаю, мне как-то отвращение от таких фото. И я считаю, что не нужно делать такие фотографии. Ладно, когда раньше люди делали такие фотографии, потому что у них больше не было никаких фотографий, даже не было портретов умершего человека, умершего родственника. Есть фотографии, где человек живой. И такие фотографии, да, можно хранить и нужно дома хранить в память о этом человеке. Но фотографии, на которых он мертвый, я считаю, что такого делать не нужно. Оставляйте свои комментарии, на какую тему мне в следующий раз поговорить. Также, друзья, не забываем подписываться на мой телеграм-канал, на два моих телеграм-канала. Ссылки все будут в описании. В телеграме все актуальные новости. Поэтому, друзья, переходите, подписывайтесь. Всем спасибо и всем пока.